Hi! Меня зовут Коди, и это шоу Пре Ками. Настоящее испытание для любого разработчика – это интервью с клиентом, где у тебя нет вспомогательных средств, где только ты, клиент и мои советы. Зачастую на интервью оценивают не только хард, но и софт-скиллы. Ваше поведение – то, как вы умеете доносить свои мысли. Именно на этом мы сегодня и сделаем акцент. Для начала, перед интервью надо хорошо подготовиться, заранее привести себя и свое рабочее место в порядок, и самое главное – проверить свое оборудование. Ну, в целом, я в компании первый день, и вы первый, с кем я общаюсь. Добрый день! Здорово, Кент, как же туха! Добрый день! Меня зовут Марат. Алло, меня слышно? Слышно? Алло? Да ё-моё, почему ничего опять не работает? Б**ть, б**ть, микрофон! Алло, всем привет! Ну что, давайте начнем! Наш проект, он такой неоднозначный, он затрагивает несколько отраслей, ритейл. Вот это реализовать, вы это можете? Да я слушаю, слушаю. Продолжайте. Будьте готовы к тому, что на интервью вас может ожидать лайф-кодинг. Поэтому заранее приготовьтесь к тому, что вы будете демонстрировать свой экран. Расширьте, пожалуйста, свой экран. Расширьте, пожалуйста, свой экран. Любой разработчик мечтает, чтобы его подключили без интервью. Или чтобы оно началось вот так. Знаете, я не люблю все эти технические собесы, вот это вот все, погружение туда. Давайте просто пообщаемся и познакомимся. Скажите, как вы любите отдыхать? Но такое может быть очень редко. Клиент будет относиться к любому разработчику с осторожностью, потому что он может не влиться в команду, не справиться с задачами, или вовсе он не желает развиваться. Поэтому здесь важно создать хорошее впечатление с первых слов. Добрый день. Ну, сегодня я не особо готов, но можно попробовать. Слушай, может просто поболтаем, а ты своим потом скажешь, что все прошло чики-пуки. Добрый день, меня зовут Марат. Я Алексей. Приятно познакомиться. Ну что, давайте начнем. Также при разговоре с собеседующим надо правильно рассказать о себе и своем опыте. Родился в 1998 году в роддоме. Ночью, помню, было. С малых лет отличался сообразительностью. В школе был ударником, но старался быть, конечно, отличником. Ну, короче, в дэйве я уже 4 года сначала писал на пыхе со змеей, около года. Потом понравился я в GS. Решил свичнуться на фронт, сечил TypeScript для транспиляции строго типизированного с расширенным ООП, приходящим на смену прототипному наследованию, заложенному в нативном GS. В ресерче бойлер-плейтов наткнулся на коробочное решение от Гугла, но как-то не зашло. Прочекал статейки и уже там нащупал что-то более вменяемое. На PetProjectе заюзал React и как понеслось. Ну, в целом, что могу сказать. Прошарил все знатно. Могу юзать кучи лип, активно формошлепничать и кнопочки красть, а пишечки причесывать. Ну, короче, работал с таким ***, конечно, что меня вообще ничем не удивить. Проекты были так себе вообще неинтересные. Куча легоси, говнокода, все сплошное старое, что полный ***. Около года был бэкэнд-разработчиком. После решил для себя, что хочу развиваться во фронт-энде. На React уже разрабатываю более трех лет. Начинал с простых проектов, далее перешел на более сложные интерпрайз-решения. Одним из таких был проект. Не исключено, что собеседующий может задавать вам вопросы, на которые вы можете не знать ответа. Здесь самое главное взять ситуацию под контроль и не бояться. А как реализовывать автоматическое перенаправление после выполнения входа в систему? Ну, я не знаю! Интересный вопрос, но, к сожалению, не могу на данный момент на него ответить. Я его сейчас к себе запишу и после интервью детально проработаю. Скажите, вы работали с графкой L? Откуда я эту херню должен знать? Давай что-нибудь нормальное спрашивай. Пока еще нет, но эта технология у меня в планах на изучение и при первой же возможности я ее обязательно изучу. Расскажите о своем последнем достижении. Да, короче, было дело. Сделал задачу за 4 часа, потом размазывал на всю неделю, что вообще никто не заметил. Как только интервью подошло к концу, важно корректно завершить беседу, оставляя у клиента лишь положительные эмоции. В целом, по вопросам у меня все. Ху, ну это, конечно, жестко было. По вопросам у меня все. Отлично. Было приятно познакомиться. Буду рад с вами разработать крутой проект. Ну вот ты и прошел интервью. Все уже позади. А теперь ожидай доступа интересных задач. А с вами был Коди и это шоу Пре-Комит. Субтитры сделал DimaTorzok